Новый президент Соединенных Штатов Америки Байден обещает бешеный фейерверк санкций против России. Он рассматривает ее как огромный мировой черей и хочет ее вылечить. Как беду, как боль, как вечное несчастье мира и зло. Он грозит России таким ущербом, который никогда не позволит ей опомниться и снова начать лязгать железом на человечество. Но я хочу сказать, что Россия не боится. Байден наивен. Как бы он ни старался, большего ущерба России, чем нынешний режим, он, конечно, причинить ей все равно не сможет. Более того, у России готов великолепный ответ на любые санкции. И легко угадывается, какой именно ответ. Коварство кремлевского ответа заключается в том, что к тому времени, когда у Байдена созреет удар по экономике России, ее уже не будет. Экономики и промышленности тоже не будет. И разрушать будет нечего. И американский глупый кулак вмажет по абсолютной пустоте. Это же гениально. Это действительно гениально. В чем гениальность, собственно говоря? Представьте себе силу, способную применить тяжелые грозные санкции, закодированную в наборах умных слов, запретов, компьютерных кодов, шифров и документов. Они были бы страшны, стаи пятикантропов, живущие собирательством и дотретофагией? Да нет, не были бы страшны. Стая, послушав америкашку, пожала бы плечами и удалилась и дальше искать падаль. А, например, страшны ли бы они были полинезийскому племени? Представьте себе, как мерзкие янки в пробковом шлеме проберется на красную священную лужайку, соберет вокруг себя племя и начнет бубнить, обвиняя племя в том, что туристов съели в три раза больше, чем договаривались. Существенно превысив квоту. Звезд инстаграма вообще еле сырыми, и те успевали транслировать в сторис примерно половину этого процесса. Потому что еле начиная не с головы, как воспитанные люди, а с пальцев ног. В связи с этим янки сообщит о введении пакета радикальных санкций против этого племени. И сообщит, что вы будете отключены от всего, к чему никогда не были подключены. Ваши запасы кокосов в сейфах Швейцарии будут изъяты и к черту выкинуты на помойку. Ну а что племя? Племя послушает и весело сверкая жопами побежит обратно в лес копать корешки, ловить и жарить туристов. В Баку по поводу победы над Арменией в Карабахе прошел парад победы. Этот день победы попортил настроение всем. Подлинный автор карабахской виктории, президент Турции Эрдоган был в отвратительном настроении. Это было заметно. Он все время косился на президента Азербайджана Алиева и то посматривал на его нос, то скашивал глаза на свой нос, а потом и вовсе мрачно уставился в пространство с отсутствующим видом. И он был прав. Этим президентам, президенту Азербайджана и Турции лучше рядом никогда не стоять. Наблюдается огромное носовое несоответствие. Мы знаем, как много значит внешность для политика. Много. Эрдоган рядом с Алиевым выглядел как обыкновенный дед-щукарь. Янычарского, да и просто турецкого в нем оказалось маловато. Вот подбирая артиста на роль главы турок, на этом кастинге у Эрдогана шансов бы, честно говоря, не было. Очень плохое настроение было у Эрдогана на параде. Он откровенно переживал за свой не солидный, не инычарский, можно сказать, рязанский нос. Под таким носом бессмысленно разводить бравые турецкие усы. Они будут насмешкой над носом. Над таким носом глупо возвышать челму получится Вятский драматический театр похищения Сираля. В общем, шмыгал грустным он рязанским носом, а Алиев размахивал своим турецким элегантным над топающими пятнистыми солдатиками и торжествовал. Алиев стелился, конечно, семенил, две тысячи раз раскланялся, подносил рохотлукум, но так и не понял, почему Эрдоган пахтел, злобно пахтел в свои усики, которые вообще-то напоминают общую зубную щетку в детдоме. На возрождателя Османской империи, конечно, Алиев похож больше. Я бы рекомендовал Алиеву, если он дорожит братской связью турецкого и азербайджанского народа, мчаться к пластическому хирургу и уменьшать главную достопримечательность своей физиономии. Можно оставить ту же форму, но уменьшив ее раз в пять. Иначе союз невозможен. И возрождение Османской империи тоже. Надо сказать честно, что Эрдоган был не единственный, кому бакинский парад ужасно попортил настроение. Про армян я уж не говорю. Все и было придумано так, чтобы сделать им максимально больно. И в этом смысле все получилось. Но были те, кому было еще больнее, чем армянам и даже чем Эрдогану. А больнее всего было русским патриотам. Для них бакинский день победы стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах не было ни единого кадрика. Ну, а на местах могли быть, но их просто пропустили по глупости. И делай не в поверженном союзнике, не в Армении, о которой теперь Баку вытирают ноги. Нет, Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков. В руководстве страны не присутствуют шизофреники и серийные убийцы, как в Белоруссии. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет. Ни военный позор Армения переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно была лютая боль. Дело в том, что бакинские варвары в совершенно непотребном виде, искореженную, искореженную и закопченную, привезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России, технику. Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями. Он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку. Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену. И С-300, и С-400, панцири, грады, триумфы, танки, БРДМ, БТР, БМП. Все, на что молится Россия. У нее, конечно, много богов, но Иисус, например, занимает местечко где-то между градом и панцирем. Баку крайне жестко продемонстрировала, что вот те же самые штуки, что служат идолами русских парадов, но уже после встречи с маленькими еврейскими и турецкими беспилотниками. Путин о беременных школьницах. Судя по всему, последует высочайшее распоряжение президента расставлять мышеловки пустыми. Да. То есть на федеральных каналах насаждать мораль и нравственность, отменить пошлость и скандалы. То есть вынуть из пропагандистских мышеловок приманку. Президент России сообщил, что его при ознакомлении с каналами взяла оторопь и жестко осудил их развратное и скандальное содержание. Единственное исключение – канал Культура. Канал Культура – это, как я понимаю, тот самый канал, где насилуют не школьниц, а пожилое пианино. Там подтявканье этого пианино ханжествующие дуры в прическах 80-х годов любят Розину. Что, в общем-то, в их исполнении извращение не меньше, чем беременные школьницы. Да-да, это тот канал Культура, при включении которого квартира наполняется запахом нафталиина, а из телевизора вновь ползут клопы советского разведения, сосавшие еще у стахановцев Чкалова. Тоска страшная. Это то, что сразу хочется выломать и заблокировать, чтобы случайно не попасть пьяным пальцем на эту кнопочку. Там на протяжении 12 часов древний филологический пердун посвящает в тайные смыслы золотых петушков, а пар дебилов помоложе, стриженных под горшок, сопровождает все это гусельным перебором. Пытка, конечно, страшная. Развитые страны покупают записи канала Культура для наркоза и совершения эвтаназии. А вот Путин ханжеским голосом сообщил, что он-то смотрит и любит только канал Культура. Ну, разумеется, он врет. Видно, что он бодренький, адекватно отвечает, а после канала Культура такого быть не может. Там литургия обеспечена на пару недель. Конечно, врет. Он бы даже не проснулся на ту пресс-конференцию, где говорил об этом канале. А вот требование изъять из национального оборота беременных школьниц и дегустацию эстрадной спермы приведет к подрыву и обрушению всей пропаганды. Потому что только школьницы, только дегустации и взаимное извлечение фалоимитаторов друг у друга, только они. И обеспечивают привычку народа смотреть телевизор. А так просто на тявканье пианино и на Пушкина в телевизор никого уже не заманишь. Зато заманив его в ящик, с ним можно делать, как мы знаем, все что угодно. Поскольку эстрадную сперму надо чем-то занюхивать, ее занюхивают Скобеевой. А месячные Малахова бедный зритель вынужден запусывать Соловьевым. Ну вот не могут попы смириться с санитарией и ведут смертельную войну с санитарными нормами, публичные наотрез отказываясь от одноразовой фасуды в своих церквях. Да, в частности, для причастия, для проведения церемонии поедения мяса Иисуса, они категорически отказались от одноразовых ложек. Ну, это вообще равноценно тому, как рестораторы бы заявили об отказе мыть посуду после одних клиентов для других. Костюмированный слащавый мужик долго таращился в кадр и кокетливо сообщил, что мясо и кровь Христа – это источник исцеления, а не заражения. Точно, вот именно так. Сотнями от этой боженины исцеляются и исцеляются сами попы. Только почему-то исцеленных быстро опечатывают и везут на ковидные кладбища. Следует понимать, что первая неделя ковида всегда проходит без особых ощущений. И именно в этот период вирус особо наливной и особо шустрый. Зараженные попы должны первыми взять в рот так называемую лжицу церковную ложку для причастия, ибо они причащаются первыми согласно евхаристическому канону. И потом, после них, ее предстоит облизать сотням причащающихся прихожан. Вот смотрите. Только за последние дни, только молодые, с точно установленным диагнозом, Алексей Тюрин, игумен, 46 лет, иеромонах Вассиан, 49 лет, иеродиакон, ювенале, 38 лет, протеерей Алексий, 53 годика, иерей Андрей Клюев, 51 год, протеерей Япринцев, 53 года, они уже мертвы. Вот только попы, после которых точно было нельзя лизать ложки. Но у каждого из них была как минимум неделя от заражения до койки, пока симптомы не стали явными. И каждый из них как минимум семь раз на семи литургиях успел облизать ложку, которую потом засовывал в рот старушкам, девочкам и их мамашам. И у каждого из них было не меньше пары сотен так называемых причастников, то есть тех, кто получал ложку с мясом Бога после них. Попы уже мертвы. Что с их причастниками, понятно, хотя этот смертный учет никто не видел. Ну а обо всем остальном, начиная с двойного отравления Навального, я расскажу в Невзоровских средах на Эхо Москвы в 21.05 в среду. Живей Беларусь, привет Хабаровску, слава Украине. Про календари, да. Тиражи кончились, но сейчас приедут новые тиражи из типографии, все желающие их все равно получат. Не обижайтесь, пожалуйста, что с некоторой задержкой. Никто не ожидал, что проект окажется таким сумасшедшим успешным. Продолжение следует...